Всем здравствуйте, это Политека Онлайн, я Александр Шелест, и со мной мой собеседник этого видео Андрей Музаров. Рад вас видеть. Спасибо за просмотр. Наверное, осталось замеченным, но не столь резонансным все то действие, в котором принимают участие большие люди мира сего. Это G20, после этого сразу Глазго. Путина и Зиндзепиня не было. Даже вот есть обнародованный материал журналистов международных изданий о том, что они даже с Байденом поговорили, мол, Тундра в прямом смысле горит у Путина, а он не приезжает в Глазго, на что Байдену Джонсон ответил, что, мол, пандемия, уважительная причина, поэтому китайского и российского лидеров не было. Как вы думаете, истинные причины отсутствия Путина, ну и, соответственно, вся история вокруг Глазго, это серьезная вещь? Я думаю, что на сегодняшний день мы очевидно являемся свидетелями разделения мира на два лагеря, на продолжение разделения мира на два лагеря, потому что я буквально полтора месяца назад был в Душанбе, на саммите УДКБ и ШОС, двух важных, крупнейших евразийских структур. Там онлайн выступали и Путин, и Си Цзиньпинь, и многие другие евразийские лидеры. То, о чем вы говорите, важный саммит, конечно же, для, наверное, больше все-таки западного мира, который тоже очень раскол. Поэтому в основном, если мы проанализируем все эти решения, которые принимались на саммите G20, особенно установление так называемого налога на прибыль, консолидированного, это беспрецедентный шаг в истории экономики мировой, для многих стран это является, прежде всего, ориентацией для стран Запада. Поэтому экономические правила на Западе одни, а Евразия, Азия, то, о чем вы говорили в части Путина и Си Цзиньпини, это другие реалии. Следовательно, говорить сейчас между двумя блоками особо не о чем. Если говорят, то в основном о вопросах, которые касаются безопасности, Афганистан, Украина, Беларусь, предупреждение о новых конфликтных ситуациях, Закавказье, Карабах и так далее. Вот об этом они говорят. О каком-то сотрудничестве я не вижу. Вот мы сейчас об этом тоже поговорим, но не обошлось без курьезов своеобразных. Когда спецпредставитель президента США Кэрри, небезызвестный в Украине, приглашал Владимира Александровича к микрофону, его не оказалось. Давайте посмотрим. Let me, if I may, first... I don't see president Zelensky either. So, prime minister Al-Dabiba, do you want to lead off? You okay? То есть, вот такая непонятная озадаченность Кэрри. Он не знал, что нет с Украины лидера. Но в это время, соответственно, происходила встреча с Блинкиным. И о чем, соответственно, вот такой рапорт, вот такое сообщение написали в Госдепе. И, соответственно, мы видим, что обсуждалась беспрецедентная поддержка территориальной целостности Украины и, ну, вот, скажем так, связь Украины и США. О чем это говорит? Вот эта ситуация и то, что, собственно, говорят господа высокопоставленные чиновники в контексте нивелировать потери Украины от Северного потока-2, помочь энергетически. Первое, насчет ситуации с выходом президента к микрофону. Ну, не выходом. Да, не выходом. Я думаю, это ошибка, серьезная ошибка протокола. То есть, людей, которые ответственны в нашей внешнеполитической сфере за организацию соответствующего подхода. Может быть, даже не пресс-службы, а именно протокола, поскольку это серьезный международный уровень. Что касается встречи с Блинкиным, по-моему, даже с Байденом была встреча, да. С Байденом он так пересекся, поговорили. Это видно было на фотографии. Вот, наверное, тот термин, который вы использовали, пересекся, это более четкий термин для обозначения, к сожалению, всей той ситуации, которая у нас сейчас в американско-украинских отношениях. То есть, мы только можем пересекаться, но не конструктивно работать. Я сейчас говорю не про нас, украинский народ, да, а именно про нашу элиту, которая нас представляет на внешнеполитической арене. Очевидно, что у нас очень серьезный кризис между администрацией офиса Байдена, ну, администрацией Байдена и офисом президента Украины. Я вижу очень высокий уровень недоверия, я вижу жесткую критику, которая идет со стороны Запада. И опубликование всех тех материалов, Пандора, Пейперс, информация о Вагнергейте, да, и так далее, это все сигналы офису президента. И самый главный момент, энергетика. Казалось бы, мы должны здесь получать поддержку Запада, да, западных стран, но этого нет и не будет. Все вопросы энергетические, Украина, правящая украинская элита, которая, извините за выражение, постоянно бегает от одного вектора к другому, она будет решать сама. И поверьте, вы вспомните мои слова, что, скорее всего, офис президента Украины пойдет на какой-то компромисс по энергетике с Российской Федерацией и с Беларусью в том числе. Вот это будет серьезным сигналом для оппозиционных политиков, экспертов в Украине, которые будут говорить, подождите, вы же там с Беларусью побили горшки, сказали, что это антидемократический режим, Россия это проблемная страна на постсоветском пространстве, а теперь хотите с ними находить общий язык. Любой эксперт по энергетике, я вам скажу, что альтернативы на сегодняшний день, ряду энергоресурсов, которые мы традиционно импортируем из Беларуси и из России, нет, и нам никто это заменить не может. Мы уже начали, насколько я знаю, импорт угля из Казахстана, но это вынужденная мера, она буквально на один-два месяца. То есть очевидно, кризис серьезный, который является следствием недальновидной политики Офиса Президента, тех советников, которые советовали принимать или иные шаги. Но вы же видите, что кормят не завтрашним днем, а послезавтрашним, условно, метафорически, потому что обсуждали поставки сжиженного газа, в том числе с американскими партнерами. Я бы очень хотел сконцентрировать ваше внимание, как эксперта по международной политике, именно на сам факт такой политики, потому что вот в энергетической сфере нам американцы помогут избежать проблем при запуске Северного потока-2, между строк читать, что ну точно все запустится и все пойдет как надо у россиян с немцами. Но Россия уже не бронирует мощности на кварталы транзита газа. Совершенно верно. Это оборачивается большими проблемами. Совершенно верно. Но есть информация о том, что сечение, необходимое для запуска энергетических потоков, оно уже выкуплено украинской стороной. То есть я думаю, что президенту, его команде Украины стыдно выйти и сказать, что очевидно какие-то договорняки и переговоры с российской стороной ведутся. Просто об этом не хотят говорить из-за рейтинговых утрат. Но мы об этом говорим, правильно? Мы же сами об этом не боимся говорить. Мы вообще не боимся анализировать реалии украинской внешней политики. И стыдно, что на сегодняшний день мало кто в Украине из, скажем так, провластных экспертов и политиков не признают факт стратегического партнерства между США и Россией. Для меня оно настолько очевидно, и столько фактов, которые подтверждают сотрудничество США по Афганистану и России, по вопросам энергетики иногда и по Северному потолку 2, настолько очевидно, что когда я был в США в августе этого года, как турист, я вообще с Уст-Байдена ни разу не слышал критики в адрес президента России, либо упоминания об Украине, кроме как там некоторых аспектов. То есть тема Украины токсична для американского эстеблишмента, а тема налаживания отношений с Россией, прошу прощения, она очевидна, но ее тоже лишний раз не пиарят. Поэтому в условиях американского российского консенсуса правящая украинская элита очень сложна, так как она побила горшки. И с американской правящей элитой за последний год, ну с Россией традиционно не наладила. Вот в этой ситуации приходится им обманывать и вводить нас в заблуждение. А мы видим реалии, мы видим правду, мы видим, что с белорусами надо будет договариваться. Поляки уже критикуют нас по поводу языка, Венгрии традиционно критикуют. Придет время и Грузия к нам претензии принадлежит из-за того, что мы пытаемся, ну не мы, а некоторые наши деятели пытаются поддерживать Саакашвили, который находится в тюрьме. Зачем мешаться внутри политические дела Грузии, я не понимаю, но очевидно надо кому-то здесь. То есть вот эти все шаги показывают некомпетентность внешнеполитического направления. Ну вы знаете, Андрей, я при всем уважении, но 500 мегаватт из Белоруссии экстренно взяли, 100 мегаватт со Словакией, вот 1 к 5, вот где-то такое соотношение будет сохраняться в энергетической сфере? Я, честно скажу, не являюсь экспертом по энергетике, но мне кажется, что еще больше мы будем импортировать и вынуждены будем в части энергетических аспектов по электроэнергии, по углю и возможно по другим энергоресурсам мы будем импортировать с постсоветского пространства. Нам запад, западные страны, да, Словакия, которая является участником Евросоюза, это является страной, очень натюшным партнером Российской Федерации. Вы знаете, что есть соглашения между Словакией и Россией, Венгрией и Россией по поводу газа, прекрасные отношения, но стыдно признавать это все. Поэтому вот этот кризис международный энергетический, он непосредственно рефлексирует на внутриполитическую ситуацию в Украине. И наши элиты, которые управляют нашей страной последние два года, они не дают рецепта решения всех этих проблем. Просто политизируя, пытаясь увести в сторону саму проблему, показывая, что Северный поток-2 это действительно большая трагедия, ну и нужно признать, а мы не виноваты. Да, мы действительно не виноваты, мы не могли повлиять. Но зачем политизировать ситуацию, рассказывать, что мы являемся столпом защиты энергобезопасности Европы, которая решает сама свои вопросы с Россией без учета мнения Украины. Северный поток-2, американско-российские отношения, немецко-российские отношения. Это классический пример реальной политики, которая в Европе проводится с конца 19 века. И Германия всегда пыталась решить свои вопросы по безопасности, по энергетике, по экономике сама с Россией. При Бисмарке, при Гитлере, при Ангеле Меркеле. Это так всегда было. А мы, Украина, часто из-за продажных украинских политиков пытались договариваться с теми и с теми. И в конце концов мы оказывались соложниками отношений двух стран, не защищая национальный интерес нашей страны. Молдова, это пример чего? Честно, не хотел улыбаться, но вы задали такой непростой вопрос. Вы знаете, это настолько смешно выглядит. Понятно, что Молдова наш союзник и друг. Исторически это наш близкий к нам народ. Но в условиях, когда мы с Россией, наша правящая элита, с Россией не может найти общий язык, то мы пытаемся показать, что мы без наличия энергоресурсов готовы и Молдове помочь, и даже договориться с Белоруссией. Но белорусы, это союзники России. И Белоруссия не будет нам продавать электроэнергию за счет энергоресурсов, которые она берет у России. Без согласия России. Вот что они объясняют людям. Поэтому при любом варианте, реэкспортируя, реимпортируя или продавая Молдове, которая уже договорилась с Россией, уже контракт заключен с Россией взаимопониманием. Там чистый бизнес был по поводу цены, но консенсус найденный. Но мы вмешались в молдовско-российские отношения, попытались спровоцировать ситуацию негативную с Белоруссией, чтобы повлиять на белорусско-российские отношения. И с этого ничего мы не получили. Потому что мы сами не решили наши проблемы с энергетикой, с Россией, с Европой. Мы пытаемся проблемы вставить везде. Но не мы, а правящие украинские. Зачем? Наверное, потому что это безвыходная ситуация для элиты. Вы знаете, давайте об безопасности и подтверждение ли, или что-то более конспирологическое. Ну вот посмотрим на этот кортеж в Москве. Вот так выглядит приезд главы ЦРУ на очередные переговоры, двухдневные переговоры непосредственно с высшим руководством Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова О чем этот визит? В контексте разной информации, в том числе уважаемых американских изданий о готовящейся эскалации, о Украине, которая себя ведет правильно или неправильно, ну ведет, как ведет в этой готовящейся эскалации. О том, что россияне говорят, нет, мы не стягиваем войска границы с Украиной. Украина говорит, мы не стягиваем, Россия не стягивает войска, но весь мир об этом говорит и, собственно, демонстрирует, и соцсети, и на этом фоне глава ЦРУ в Москве с Патрушевым встречается, с другими людьми. Со всеми руководителями спецслужб. Я за кадром говорил, не знаю, пошел или в эфир, я повторю свой тезис о том, что руководитель ЦРУ практически не приезжает в Украину. У нас один, по-моему, визит руководителя ЦРУ был за 30 лет, Джо Брэннона, в 2014 году. Я просто этот момент всегда отслеживал, мне интересно было. В то время как руководитель ЦРУ постоянно ездит, часто ездит на постсоветское пространство, хорошее отношение имеет. То тот сюжет, который вы показали, это подтверждение стратегического понимания и сотрудничества между Россией и США. У них свои задачи. Информация, которая была опубликована в Washington Post, ведущем американском издании о переброске войск, по моему глубокому убеждению российских войск с границ России, является достоверной. В Украине у нас некоторые эксперты уже говорят о том, что это все неправда, это неправда, это придумано. Зачем это придумывать, я не знаю. Но очевидно, что это было, это факт. Более того, я знаю точно, и мы с вами, как выходцы из Донбасса, знаем точно, что вдоль всей границы с Украиной, часть войск с апреля месяца не были переведены в глубь России дальше. То есть они остались после переброски войск. Это не означает, что Россия будет начинать военную операцию, но Россия показывает определенный сигнал украинскому руководству, не американскому руководству. У американцев все нормально сейчас с россиянами. Они будут дальше друг к другу ездить. Очевидно, потом будут везти главы ФСБ в Вашингтон. Это все будет продолжаться до какого-то периода. Вопрос в том, что делать украинской элите, когда идет нормализация отношений между Россией и США. Очевидно, наши элиты будут пытаться говорить, что и те плохие, и эти плохие. Давайте вот наконец станем проукраинские, и мы будем бороновать интересы Украины и так далее. Но эта тема уже не сыграет. Уже очень сложно будет на этой теме выехать. Поэтому кризис власти нашей, который экстраполируется посредством внешнеполитических аспектов, он очевиден. И вот эти все отставки, которые мы видели, Авакова отставка, на нее никто не обратил внимания, но она была сразу же после встречи с представителем Госдепа США, через два часа после встречи Авакова с представителями Госдепа. Разумкова отновление. Это идет попытка РНБО, вот эта все монополизация власти. Это идет попытка найти иммунитет от внешнеполитических изменений. То есть понимая, что власть не может уже опираться не на Россию, не на США, как делал Порошенко, надо на кого-то опираться. На кого? На авторитарные методы управления. Внешнеполитическая повестка, она не в пользу Украины. Вот что люди не понимают некоторые. Она не в пользу Украины. Она не в пользу, точнее, правящей элиты. Она в пользу Украины. У нас сейчас есть шанс найти компромисс по Донбассу. У нас есть шанс найти компромисс с постсоветским пространством. Но наша элита это не использует. Когда американское-российские отношения улучшаются, это шанс для всех. Как только увидели эту ситуацию в мире, афганцы сразу свои проблемы начали решать, азербайджанцы свои проблемы решать. Это хороший сигнал. Но мы это не используем. Элита наша не использует. Они сейчас думают, надо, чтобы они быстрее поругались. Чем хуже отношение между США и Россией, тем легче нам будет потом брать деньги. Либо у тех, либо у тех. У тех газ по дешевке, а у этих гранты на поддержку развития Донбасса. Но развитие Донбасса, как происходит, мы с вами знаем. Вы знаете, я... Вы толкаете меня на критическое решение. Вы нуждаете проводить параллели и разные способы реагирования нацполиции на совершенно разные митинги при Авакове. Но я не буду этого делать сейчас. Потому что, кто помнит, тот знает. Я понимаю, что я говорю. Как реагировала нацполиция на тех или иных провокаторов, в том числе, непосредственно, когда доходила до точки кипения. И тоже это не идеальная реакция правоохранителей была. Но то, что происходит с отставками вот сейчас. Есть такая группа Давира, народных депутатов. Парламент собирается. Вот такой скрин на телефоне у одного из депутатов увидели, что руководство партии Давира, ну, скажем так, просит, ну, не партии, а группы, да, депутатов Давира, максимально голосовать за увольнение министров со своих должностей. Что особенно примечательно, вот ротация в силовом блоке и Верещук, которую планировали делать, ну, по крайней мере, запускали такие слухи о том, что она будет министром обороны. Но, тем не менее, министром обороны, скорее всего, да, вот, человек, говоривший о раковой опухоли Донбасса и, там, хирургическом вмешательстве в эту опухоль, может становиться, ну, это Орезников, да, Аверищук реинтеграцию возглавит в нашей стране этих территорий. Она, кстати, уже, ну, прокомментировала, ну, вот что называется, не назначившейся через Верховную Раду, вот такую публикацию от госпожи Верещук, мы видим, чем она будет заниматься, реинтеграция уже сегодня, информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно неподконтрольных территориях, фокус обязательно на молодежи и мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на территориях, которые прилегают к линии размежевания. Как вы оцениваете вот такую ротацию и, ну, вот запрос на новые лица и запрос на реальные изменения демонстрируют нам вот эти вещи или же это реакция в том числе и на международную повестку? Полностью с вами согласен. Я буквально кратко несколько фактов назову, которые, мне кажется, только подтвердят то, о чем вы сказали. Я более чем на 100% уверен, что эта реакция прежде всего на изменения международной повестки, скажем так, дня. И власть пытается какую-то кадровую политику проводить, которая, на мой взгляд, не учитывает все реалии ситуации на Донбассе, во внешней политике, в Украине в том числе. Значит, что касается Резникова. Я вчера потратил много времени, чтобы почитать его отчет, который он опубликовал. Мало его кто читал, но есть отчет на сайте Минтота, где он рассказывает о своих выдающихся, в кавычках, достижениях. Мы со своей командой Донбасс-Донбасс совершенно другой аудит провели, опубликовали 50-страничный юридический анализ всей деятельности Минтота при Резникове и пришли к выводу, что вся реинтеграция, в кавычках, по факту превратилась в дезинтеграцию, все улучшение подконтрольной территории Донбасса превратилось просто в какую-то банальную имитацию и пиар, что я был недавно в станице Луганской, я был в рубежном, я был в Северной Донецке. Я думаю, что любой человек, который там живет, он скажет, что ситуация там экономическая, она не очень хорошая, особенно в части энергетики. Цены на энергетики Луганской области самые дорогие в Украине. Никто их не изменяет. Таких фактов огромное количество. Парадокс, знаете, в чем? В том, что Резников, не обеспечив даже начальный уровень реинтеграции, он пошел на повышение. То есть, очевидно, задача у него была совершенно другая. То, что он делал, дезинтеграция, это было важным фактором его повышения. Повышение? Повышение. Целый вице-премьер. Да, сейчас идет министр обороны. Представляете, что он получает в управление разведку военную, управляет в управление огромные ресурсы, штаб сухопутных войск, флот. Это же огромный аспект. Для чего это, я не знаю, делается. Я очень бы не хотел, чтобы это было сигналом возможного ухудшения ситуации на Донбассе и очередного этапа эскалации российско-украинских отношений. Я бы очень не хотел. Что касается других кадровых изменений. Урусский. При Уруском было буквально пять дней назад создана уникальная рабочая группа. Об этом никто не знает. Я эксклюзив вам говорю. В которую вошли Олег Семенов. Многие известные специалисты в сфере инновационных технологий. Задача была этой рабочей группы создать аналог военно-промышленного ВПК в Украине. У нас же ВПК не создана, по сути. У нас же нет, как в России, Ростеха. У американцев есть милитерный комплекс. У турков есть военная большая компания, которая занимается созданием барактаров. У нас же этого нет. И вот буквально были еще другие решения приняты. Рабочую группу создали. И сейчас уже стал вопрос о смене у русского. Не связано это, конечно же, с этим приказом. Но человек, который там что-то пытался делать, его убирают. Независимо от того, кто министр. Шелест, Бузаров, Урусский или любой другой. Задача, очевидно, в правительствах, которые были президентским, не выполнение задач или каких-либо программ для национального масштаба. А задача просто ситуативно. Что-то сделать, что тебе ставит какую-то задачу офис президента. Имитировать процесс реинтеграции. Или какие-то схемы создать. Ты выполняешь ее, ты идешь на повышение. Не выполняешь. Даже если ты профессионал. Даже если ты знаешь кучу языков и ты глава МИД. Или ты из Донбасса, но министерство вызываешь. Тебя говорят, иди, потому что ты не выполнил те задачи, которые не касаются национального масштаба, а конкретных интересов некоторых людей в офисе, тебя убирают. Вот в чем парадокс. То есть Резников, который не показал результат по реинтеграции, идет на повышение. А у Русски, который много сделал для ВПК, я этого человека не знаю лично. Просто как аналитик делаю. Его убирают с должности. Скорее всего, он не пойдет на повышение. Что касается Верещук, она политик. Она политик. Мы видели ее во время выборов в Киеве. Мы видели ее, как она еще экспертом была. Я думаю, вы у нее брали интервью. Знаете, я с ней практически не общался. Буквально на некоторых телеканалах общался с ней заочно. Но мне сложно пока понять, как она будет действовать в очень непростой международной обстановке. И с регионом, с Донбассом, которая часть подконтрольная, часть не подконтрольная в Украине. Как она будет находить общий язык с людьми, выходцами с этой территории, которые живут в Украине, в Киеве, прежде всего. Резников это не сделал. Резников это не сделал по идеологическим соображениям. По сути, он стал донбассофобом. И эту свою идеологию он внедрил в умы некоторых людей. Хотелось бы, чтобы госпожа Верещук эти все моменты учла и по-другому выстраивала отношения. Потому что власть привыкла все списывать на Путина и на Байдена. Но не Путин и Байден не строят жилье для переселенцев в Киеве, в Броварах и в Ирпине. Не Путин и Байден блокируют выдачу пенсии выходцам с Донбасса, которые сюда приезжают. Не Путин и Байден гуманитарные вопросы не решают. Когда моя мама приехала недавно из Донецка, она ехала через российско-украинскую границу. Была оштрафована. Вот эти деликатные вещи, мне стыдно об этом говорить. Дала на лапу. Еще хуже. Но через это проходят сотни тысяч украинцев, которые живут на оккупированной части. Так вот, понятно, что Россия и ДНР используют ситуацию. Но даже при Порошенко была минская контактная группа, которая вот эти все вопросы решала. И обмен пленными был. Как-то пытались наладить пропуск между семью блокпостами, которые существуют на Донбассе. Сейчас этого ничего нет. И все это списывается на то, что Россия не хочет, ДНР мешает. Ну так сядьте за стол переговоров, переговорите в Минске. Очевидно, Резникову это было неинтересно. Потому что при нем с марта 2010 года фактически полностью была заблокирована работа гуманитарной составляющей. Теперь самая интересная интрига и вопрос. А останется ли он в Минской контактной группе? Он же, об этом мало кто говорит, он же является одновременно, ну являлся министром реинтеграции и заместителем в Минской контактной группе у господина Кравчука. У меня вопрос. Кравчук останется? Потому что говорят, что Левочкин возглавит. Ну это тоже на уровне слухов было. А кто будет замови? Останется ли Гармаш и Казанский? А какая будет будущая Минская контактная группа? Будущая Минской площадки? Если Резников будет министром обороны, то очевидно он захочет сохранить влияние на Минскую контактную группу. А что дальше будет там, это вопросы, которые нам надо понимать. Я считаю, нам нужно вникать. И это серьезные моменты. Гордон уже заявил, что Кравчуку стало легче. Я полностью на стороне здоровья господина Кравчука. Но мне кажется, что будет смена Минской контактной группы. И мне кажется, что Зеленский доведет ситуацию в российско-украинских отношениях до просто катастрофического кипения. Когда либо будет военная эскалация, либо будет развязка в виде переговоров. И вот тут надо найти формат, как говорит Резников, собственного пути реинтеграции территории. Но собственный путь Резникова мы сами знаем. Это раковая опухоль. Это 25 лет реинтеграции. Смерть Путина подождать и так далее. Я действительно сторонник, чтобы мы нашли вариант реинтеграции. Но для этого нужно других людей назначать в министерство. Для этого нужно создавать инфраструктуру миротворчества. Для этого нужно использовать гражданскую дипломатию, как это делали израильтяне и палестинцы во время сложных периодов в своей истории. У нас есть мировой опыт, как это все найдено. Но президент нынешний, команда президента, мне кажется, они боятся брать тему мира на Донбассе. Поэтому они пытаются играть на теме армии, пытаются некоторых людей вернуть в армию, которые популярны среди радикальных групп, скажем так. Это уже происходит. Вы про Яроши. Да. Я думаю, что президенту не удастся сыграть политически, с точки зрения рейтингов, хорошо на теме армии. Там уже Петро Алексеевич хорошо сел в последние два года. Вот этот электорат радикальный, это его электорат, и он им управляет. А президент, скорее всего, будет терять в рейтинге. И, следовательно, оппозиционные, любые оппозиционные движения, какие бы они ни были, какого идеологии они бы ни были, они будут только увеличивать свою популярность. Тут власть будет действовать, но это уже зависит от нее, наверное, жестко. Посмотрим, кстати, как закончатся эти митинги сегодня по антивакцинаторам. Я думаю, это только начало серии митингов в Украине по тем или иным вопросам. Потом тарифы будут, потом будут вопросы, связанные с давлением. До этого момента как-то пыталась власть реагировать на любые митинги, любые выходы на улицу. Сейчас будем смотреть и анализировать. Андрей Бузаров был с нами. Лайк, дизлайк, комментарий. Напишите, что думаете об услышанном. Рад был с вами пообщаться. А от вас буду рад получить фидбэк. Это Политека Онлайн. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин